Доброе утро, коллеги! Меня зовут Анастасия Александрович, я представляю Белорусский пресс-клуб. Сегодня у нас пройдет презентация нового исследования социолога Андрея Петровича Вардомацкого. У нас сегодня совмещенный формат онлайн в Zoom и офлайн в Варшаве в Медиапорте. Сегодняшняя презентация пройдет в трех частях. Первая – это презентация Андрея Петровича. Дальше, коллеги, вы сможете задать вопросы либо в Zoom поднимать руку, либо писать в чат, и я озвучу. Кто находится офлайн, вы также можете задать вопросы, поднимая руку. И третья часть – бонус для тех, кто уже в Варшаве. Мы сможем пообщаться и выпить кофе с Андреем Петровичем. Поэтому я передаю слово. Андрей Петрович, пожалуйста. Спасибо за слово, спасибо за приглашение. И говорить мы сегодня будем о реакции белорусского общественного мнения на события предельного уровня войны в Украине. То есть это, в общем, такое необычное рядовое мониторингового типа исследования, а это измерение реакции на такое событие, которое, слава Богу, бывает в наибольшей степени один раз в жизни поколения. Я проговорю сейчас основные тезисы, которые имеется в виду вам показать. Надеюсь, уложится 25 минут. Задавался вопрос. Период поля, период измерения 15-26 марта 2022 года. И это для всех слайдов, которые я буду показывать. То есть это уже через месяц после начала военных действий. Несколько еще дополнительных технических параметров. Объем выборки тысячник. Да, это такая стандартная величина, которая достаточно и адекватна для измерения общественного мнения в Белоруссии. Период поля, как я уже говорил, 15-26 марта. И это телефон. Телефонный опрос. Вот этот слайд – это формула ситуации вообще и в общественном мнении частности. Две вещи имеются в виду здесь. Одна – это отношение к режиму вообще. И вторая – это отношение к войне, к военным действиям, к последствиям для Белоруссии. Хотя вот это молчание по второму пункту уже как бы начинает не быть совсем абсолютным молчанием. Второй поинт, который будет виден из ряда индикаторов – это эхо русского мира. Или некоторый вход русского мира. Я имею в виду, в первую очередь, медийное влияние. И вы это увидите по некоторым индикаторам, которые показывают ситуацию в белорусском общественном мнении. Те оценки, которые делает белорусская общественная мнения. Ну и это связано, в первую очередь, с тем обстоятельством, которое, в общем, уже широко известно. Это полным подобием тех нарративов, которые предлагаются белорусскими средствами массовой информации, государственными. И их подобием российским нарративам, которые существуют в собственно российском медиапространстве. Геополитические ориентации – это вопрос, естественным образом связан с теми тяжелыми событиями, которые происходят. И мы имели некоторые эксперты белорусские, имели некоторые предположения о том, как изменятся геополитические ориентации белорусов. Предполагалось, что вот они пойдут определенным образом. Но на самом деле все не так и по-другому, и измерения это показывают. Я это продемонстрирую вам в дальнейших слайдах. Первый информационный блок. Отношение к войскам, белорусским, российским, в некоторых своих различных проявлениях. Три проявления. Первое. Размещение российских войск в Белоруссии. Как вы относитесь к тому обстоятельству, что действующая власть разместила российские войска на Белоруссии? И мы видим, что здесь наблюдается классический такой сплит общественного мнения. Отрицательные и положительные величины примерно одинаковые с некоторым, почерпнув все-таки небольшим, сдвигом в сторону отрицательной оценки. Вот у меня почему-то тут не видно цифр. Я не знаю, на большом экране видны цифры или нет. Не видно. Две линии каждый раз приводятся. Синяя линия – это взвешенный массив или счет, основанный на взвешенном массиве и невзвешенный. Более правильная величина – это синяя линия, это взвешенный, то есть тот, который больше соответствует социально-демографическим пропорциям тем, которые есть в социуме в целом в возрасте 18+. И это взвешивание делается на основе данных последних статистических, последних переписей и так далее. Я специально и ту, и ту величину привожу. Считайте, что это такой медиа-социологический эксперимент, чтобы показать вот эту вот разницу и немножко показать, приоткрыть кухню социологическую, как это считается на самом деле. Вначале получается невзвешенный файл, потом происходит процедура уточнения, взвешивания в соответствии с параметрами, пропорциями социально-демографическими. Второй пункт. Отношение к использованию территории. Маленький вопрос, уточнение к прошлому слайду. Это и мужчина, и женщина? Да, это и мужчина, и женщина. Эта выборка в целом, это так называемый прямой счет, так называемая линейка, которая считается на основе всей выборки тысячи респондентов. А там уже до бесконечности можно считать по различным социально-демографическим группам мужчины и женщины, образование, возраст, тип поселения, доход и так далее. Я там в одном месте покажу, так называемое двумерное распределение, там, где это, мне кажется, интересно. И вот здесь мы видим классических две трети. И здесь уже отрицательно относятся две трети населения, жители, граждане республики Белару, к использованию военной инфраструктуры. Да, это величина 20 с чем-то, приближающаяся к 30. Тут по-другому еще можно сказать, вот по поводу всех этих данных, это такой парад структурных индикаторов. Что я имею в виду? Речь идет о том, что вот эти вот индикаторы, собственно, военные, они воспроизводят политическую структуру белорусского общества вообще. То есть вообще не зная этой структуры, по военным индикаторам можно судить. И последний, самый сензитивный такой вопрос, как вы относитесь к возможному вводу белорусских войск на территорию Украины для участия в военных действиях? И вот здесь полная, абсолютная доминанта отрицательного отношения положительно, тут эта цифра не обозначена, это 11%. То есть каждый десятый белорус относится к этому положительно. То есть как бы такая четкая триада отношения различных к различным ипостасям войск. Сплит, то есть разделение поровну, две трети и доминанта. Сплит на сам факт размещения российских войск на Белоруссии. Второе, когда уже две трети против, это использование территории и военной инфраструктуры Белоруссии для реализации военных действий. Внутри Белоруссии для реализации военных действий в Украине. И третье, это уже возможный ввод белорусских войск для участия в военных действиях. Ну вот это как бы базовая цифра и если угодно это основной слайд всей этой презентации, всего этого материала. Вот смотрите, как раз тут возникал вопрос относительно того, это на всем населении считалось или нет. Так вот, если сделать разделение по образованию и отношение к возможному вводу войск, то видна очень четкая закономерность, связь с уровнем образования. Чем выше уровень образования, вот смотрите, среднее неполное, среднее специальное и выше. Чем выше образовательный уровень, тем меньше поддержка потенциального ввода белорусских войск на территорию Украины. Просто четкая, видная глазами линейная зависимость. И второе, так сказать, обстоятельство, связанное с так называемыми двумерными распределениями – национальность. Вот смотрите, как вы относитесь к вводу, повторяю формулировку. И вот это вот красные эти линии обозначают, что среди белорусов, которые идентифицируют себя как белорусы, уровень одобрения, хотя это малые проценты на самом деле, меньше, чем среди остальных национальных групп. Четко видно два раза. Но это, вообще говоря, такой достаточно редкий, почти уникальный случай, когда национальный параметр является каким-то дифференцирующим признаком. Практически не встречается ни по каким параметрам, ни по рейтингам, ни по каким-то собственно политическим ориентациям. Но здесь это видно. Так, небольшая техническая заминка преодолена. Мы сейчас видим цифры, и я возвращаюсь к основному, как мне кажется, слайду в этом материале. Это отношение к возможному вводу белорусских войск на территорию Украины для участия в военных действиях. Так вот, мы видим, что положительно к этому относятся 11% граждан Республики Беларусь в возрасте 18 лет и старше. То есть каждый десятый отрицательно. Вот вы видите, я курсором показываю эту цифру. И я уже говорил, так сказать, три уровня отношения к войскам разделения общественного мнения по вопросу размещения. Две трети против того, чтобы использовали территорию. И абсолютная доминанта против того, чтобы использовались белорусские войска для боевых действий в Украине. И хотел бы в этой связи обратить ваше внимание на погрупповые распределения. Как этот же параметр работает в различных социальных группах. И наиболее важным здесь является такой параметр, как образование. Вот эта вот красная линия – это количество тех, которые одобряют. И мы совершенно четко видим уменьшение количества одобряющих по мере возрастания образовательного уровня. Четкая, визуальная, прямая, такая линейная зависимость. И второй параметр, который показался интересен – это национальный. Так вот, среди белорусов, которые себя идентифицируют, как белорусов, таких лиц 9,9%. А те, которые другие национальные, представители других всех национальностей – это величина примерно в два раза больше. Это такой редкий случай, когда национальный параметр как-то работает. Потому что по-другим не влияет национальное самоощущение по политическим, по рейтинговым и другим показателям. Вот эта национальная принадлежность не работает. Здесь каким-то исключительным образом сработало. Идем дальше. Ну, вот это подсумование того, что я сказал по этому параметру. Второй блок – союзнические ориентации. Сразу скажу, что белорусы демонстрируют ориентацию, доминирующую ориентацию на внеблоковый статус. И это совершенно аналогично, это повторяет геополитические ориентации белорусов. Звучал так вопрос, в каком военно-политическом союзе должна состоять Беларусь? И мы видим четкую доминанту ни в каком. Вот она, четкая половина населения, чуть больше, больше половины граждан не хотят состоять ни в каком союзе. ОДКБ, опять же, четкая треть НАТО в районе 5%. Это тоже такая константа, которая существует уже длительное время в массовом сознании граждан Республики Беларусь, начиная с 90-х годов. Есть такие две базовые константы в массовом сознании. Геополитическая к ее части – это желание войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта, в строго юридическом смысле. Там примерно от 3 до 5%, и эта цифра не изменяется. И вот отношение к НАТО такая же константа. Ну, в отличие, например, от Польши, где до 80% сейчас как бы желают быть членом НАТО, эта величина увеличилась в 2014 году на 20%. Примерно на такую же величину, как в России увеличился рейтинг Путина. Вот такие интересные кросс-культурные параллели. Кто виноват? Традиционный философский и социологический вопрос. Кто виноват в первую очередь в войне, которая 24 февраля началась в Украине? Первую позицию занимает Россия. Да, вот вы видите. 24-30% в зависимости от того, взвешенные или невзвешенные данные. То есть, от каждого четвертого до каждого третьего белоруса считают Россию виноватой в этой войне. И это позиция первая, но это как бы не есть 50%, 60% и так далее. То есть, это не есть подавляющая доминанта. И Соединенные Штаты Америки идут сразу в следующие позиции. Тоже это примерно каждый пятый, то есть, как бы не очень большая разница между этими двумя странами. Украина от 13 до 17%. НАТО верноваты в обе стороны и так далее. Значит, с одной стороны Россия, да, занимает первую позицию. С другой стороны это как бы не есть доминирующая такая с точки зрения большинства населения позиция. А США занимают вторую позицию. Значит, тут мотивационный комплекс за этим стоит очень большой, но можно выделить два. То есть, это не есть, собственно, так сказать, только медийное эхо русского мира. Как таковое, это как бы ориентация, это интерпретация сразу приходит в голову. Она присутствует, безусловно. Но есть и другие, есть и другие вещи. Значит, вот сюда, в эти 20% вины Соединенных Штатов входит и такая мотивация, как недостаточная решимость, решительность, последовательность или быстрота ответной реакции в Соединенных Штатах или предыдущих до начала войны реакций в Соединенных Штатах на войну или возможное начало этой войны. То есть, это оценка недостаточности. А с другой стороны, другой мотивационный комплекс – это эхо таких событий, как бомбардировки Югославии, Ирака и так далее. Вот соединение этих двух мотивационных комплексов и породило эту цифру. На основании дополнительных исследований. Это не есть моя экспертная здесь и сейчас придуманная версия. Это на основании качественных исследований. Но не в этом вопрос. Это не часть вот этого вопроса. Значит, что такое часть? Ну, не знаю, уточняющие вопросы. Почему вы считаете, что США несет вину, ответственность за войну? Были такие вопросы? Значит, есть исследовательский комплекс, и в этом смысле это часть. Исследовательский комплекс, состоящий из количественной и качественной части. Так вот, это и есть в этом смысле часть. Потому что качественные исследования делают. Внутри этого опроса этот вопрос дополнительно не задавался. Я скажу, что в Белорусске настолько противника думали о Западе. В Западе довольно быстро слышали, но они говорят, что это представление России. И превентивно будет держать Россию. Ну, вообще говоря, если посмотреть, сделать, как-то пояснить вашу характеристику, что белорусский народ, продвинутый народ, это так. Потому что, вообще говоря, Беларусь – это третья интеллектуалоемкая точка на всей территории Советского Союза. И так это было раньше, после Москвы и Ленинграда. В одном, так сказать, в одном Минске находится 33 академических института. Это конечное звено сборочного цеха, всеобщесоветского, который технологически предполагает очень большой уровень грамотности и так далее, и так далее. То есть это всегда существовавшая черта нации. Очень высокий уровень профессиональных скилл, способностей. И, соответственно, общая аналитическая склонность. Это как бы существовало всегда. Ну, точно так же, как хорошая дорога. И это не есть достижение вот чего-то того, что произошло сейчас. Это достаточно длительное время присутствует. Продвинутость белорусов в информационно-аналитически-критическом смысле. Андрей Петрович, можно вернуться к предыдущему слайду, пожалуйста. Есть к нему вопрос из чата. А какая мотивация в обвинении Украины в войне? Там целых 17%. Бандеровцы. Это, значит, нацисты, наркоманы и так далее. Эти ужасные западенцы. Это власть людей, нацистов, которые захватила власть в Киеве и оккупировала территорию и народ Украины. Я вам цитирую, так сказать, мотивационный комплекс и те мотивационные высказывания, которые, так сказать, люди делают. Это все присутствует, это реальность. Это занимает некоторый сегмент. И, как вы видите, ну вот как его оценивать, большой или небольшой. Некоторый сегмент в общественном мнении вот эти представления занимает. Вы их все прекрасно знаете из формулировок Соловьева. Вот. Они работают. Надо быть очень трезво. Трезво относиться к этому. Ну вот это как бы подсумование того, что я говорил. Одобряете ли вы действия России в текущем вооруженном конфликте? И здесь уже не одобряю. Находится в районе 50%. Сразу сравнение важное сделаю, что уровень неодобрения России в два раза больше уровня вины. То есть то, что они начали эту войну, это вот 25-27%. А вот уже как они уже действуют там, это уже другая цифра. И здесь уровень неодобрения больше в два раза. Я попытался пояснить вот эту разницу, оценочную разницу. Оценка начала и оценка процесса. И она разная. Оценка процесса хуже в два раза. Негативнее в два раза. Ощущение соучастия в военном конфликте в Украине. Значит, ну вот нет у двух третей белорусов этого ощущения. Это как бы не ощущают себя белорусы соучастниками военного конфликта в Украине. Ну, тут тоже можно говорить про мотивацию. И она заключается в том, что у большой части населения нет ощущения войны вообще. Война где она? Ну, проехали военные машины на медленной скорости. Проехали, никого не трогали. Где война? Простое незнание. И из средств массовой информации мало поступает информация. Поэтому вот нет ощущения. Сочувствие. Какой из сторон вооруженного конфликта вы больше сочувствуете? И здесь, видите, перевернутая уже иерархия по сравнению с той, которую мы видели на примере вопроса, кто виноват. Там Украина была, так сказать, далеко внизу. А здесь Украина – это доминанта. Это та сторона, которой сочувствует. Эмоциональное сочувствие в наибольшей степени Украине. Признание России, как вы видите, меньшее. Следующие. ЛНР и ДНР. Оценка признания. Два вида оценки. Признание ЛНР, ДНР России и признание белорусскими властями. Так вот, касательно признания России, отрицательно, такую оценку делает каждый третий, 33 процента. Положительно, половина даже больше. Ну, это вот, это к вопросу о том, это как раз тот индикатор, который говорит о том, что вот медиапотоки, медиаинтерпретации, нарративы, которые приходят, вот они работают. Это реальность. Признание ЛНР и ДНР властями Беларуси. И здесь уже другая картина. Здесь гораздо больше отрицательно. До половины жителей. Вот общая оценка того, как люди оценивают свой уровень осведомленности о том, что сейчас происходит в Украине. И вы видите, что четыре пятых считают, что они хорошо осведомлены о том, что сейчас происходит в Украине. Хотя в тех условиях, когда белорусский официальный нарратив совпадает с российским нарративом, как-то вот трудновато сказать, что осведомленность присутствует. Но люди ощущают это таким образом, что они действительно осведомлены. Поэтому я назвал этот парадоксом медиа-субъективным. Это интерпретация. И вот сейчас мы переходим к базовому геополитическому выбору. Это относительно того, что я сказал в начале, предположения, прогнозы, культурологические представления не совпали с реальностью тех процессов, которые произошли в общественном мире. Смотрите, это речь идет о традиционном вопросе, который задается по, не знаю, уже порядка 25 лет. В каком союзе, по вашему мнению, было бы лучше жить народу Беларуси? В Европейском союзе либо в союзе с Россией? Красная линия – это союз Россия, синяя – это ориентация на Европейский союз. Так вот, по невзвешенным данным, последняя точка, которая измерена в тот период поля, о котором я говорил, 15-26 марта, говорит о том, что произошло некоторое понижение ориентации на Россию и подъем ориентации на Европу. По невзвешенным данным. Если мы посмотрим данные взвешенные, то картинка другая, хотя, может быть, числовое значение таковое в абсолютных цифрах небольшое, но качественная характеристика процесса другая. Это уже не, так сказать, не соединение ориентаций на Россию и на Европу по своему количеству. А это другой, совсем другой процесс. Одновременный подъем ориентации и на ту часть мира, и на эту, на Россию и на Европу. Это и есть кристаллизация за счет уменьшения количества неопределившихся. Вот смотрите, вот эта вот серая линия, неопределившаяся, вот она уменьшилась. Я думаю, видно там на экране большом. А они одновременно, так сказать, шли. Это есть одна из возможных теоретических схем, вариантов, динамических схем того, как могут идти изменения геополитические в таких ситуациях. Может идти понижение ориентации на Россию, но может идти и одновременная кристаллизация разнонаправленных, разных геополитически ценностных мировоззренческих структур. Разные мировоззрения могут концентрироваться каждый в себе, набираться какой-то энергетики, и происходит кристаллизация и той позиции геополитической, и прям противоположной. И они обе возрастают за счет уменьшения количества неопределившихся. Вот такой процесс тоже возможен. То есть пошло не так, как предполагали эксперты. Как в Белоруссии, так и международные эксперты предполагалось, что пойдет резкий, если не резкий, то уменьшение отношения к России. Процессы пошли по-другому. Что может быть дальше в этой связи? Как тут можно спрогнозировать дальнейшую динамику вот этого базового геополитического индикатора? Первое – поляризация. Каждая из ориентаций будет иметь свой кристаллизованный ориентат. Вот я, с позволения, ввел пару месяцев назад такой термин. И тех будет больше, и тех. И проевропейцев, и русскомерцев. Это одна возможная, так сказать, линия. Второе – парциальный раскол. Он заключается в том, что будут негативно оцениваться какие-то частные проявления российской внешней политики, внутренней и так далее. И по мере накопления вот этих вот частных негативных оценок будет вот так вот немножко уменьшаться, скукуживаться, истончаться имидж, положительный имидж России. И тогда произойдет общее изменение, да, понижение. И третий вариант таков – отход от России, но при этом без прихода в тех же процентных объемах к Европе. Вот три сценария, посмотрим, какой из них, так сказать, пойдет. Я думаю, что вероятнее третье. Есть вопрос из чата. Сергей Чалый спрашивает. Рост ориентации на Россию и Европейский Союз одновременно – это признание собственной беспомощности? Я бы не стал делать какие-то оценочные, так сказать, оценки, суждения, беспомощности, кого, чего, по отношению к чему. Поэтому я осуществляю констатацию того, что происходит, с анализом причин. Эта констатация заключается в следующем. Идут процессы внешние по отношению к Белоруссии. Война в Украине, которая сама по себе переструктурирует геополитические ориентации. Один из вариантов заключается в том, что может пойти падение ориентации на Россию. Другой вариант – одновременный рост и тех, и тех ориентаций. А вторая социальная реальность – это медиа-импакт, медиа-воздействие, которая идет, я, как в начале, как один из основных тезисов написал, медийное эхо русского мира. Вот оно происходит. И оно каким-то образом воздействует. И поэтому можно предположить, что и люди русскомирски ориентированные тоже будут усиливать, так сказать, свои позиции. Это возможный сценарий. Второй – если произойдет, так сказать, слагом во времени осмысления той информации, которая поступает из всех видов средств массовой информации, и тогда произойдет обвал отношения к России. Ну вот, как бы покажу дальнейшие измерения. Ну, без... Включен, хорошо. Насколько это типичное поведение для белорусов? Насчет этих геополитических ориентаций. Белорусы, как бы, падает интерес к тому, чтобы быть в неблоковом статусе или вне разных структур, и это обозначено в марте, на фоне вагинных событий растет интерес на меньшем, конечно, уровне к Евросоюзу, растет на высшем уровне интерес к России. А на другом слайде мы узнали, что большинство белорусов заинтересовано именно во в неблоковом статусе. И это еще происходит в контексте украинской заявки на членство в Евросоюзе, что для цихомирных белорусов должно быть как бы четким сигналом, что это опасно именно сейчас увеличивать свой интерес к Евросоюзу. Так вот откуда это все, по твоему мнению, битвы? Значит, Камил, вы хотите найти противоречия в общественном мнении? Значит, их искать не надо, потому что базовой характеристикой общественного мнения на таких исторических этапах развития является его принципиальная противоречивость. Вот просто огромное количество примеров про противоречивости можно найти. Можно спросить у человека, вы за рыночную экономику? Да, искренне ответит человек вам, респондент. А в следующем вопросе, который будет задаваться через 30 секунд, будет спрашиваться, должно ли государство субсидировать колхозы, колхозы, совхозы и так далее? И человек столь же искренне ответит «да». Понимаете? Это из экономической области. И это можно, значит, эти примеры до бесконечности можно приводить. В ситуациях турбулентных вот таких вот изменений, которые происходят, противоречивость – это просто наиважнейшая черта. И она обуславливается тем обстоятельством, что вот есть старые схемы массового сознания, которые существуют внутри себя непротиворечиво, и новые вновь возникающие. И вот эти вот новые вновь возникающие, они надвигаются на старые. Они их разрушают или в какой-то части их разрушают, но не делают эту новую систему сразу внутренне экспертно непротиворечивой. Не требуйте от массового сознания, так сказать, интеллектуальной филигранности эксперт. Вот оно в принципе, да, это вот как автомобиля должно быть четыре колеса, вот так вот у массового сознания на таких исторических этапах его развития должна присутствовать по характеру своей динамики, должна присутствовать противоречивость, она присутствует. Вторая часть вашего вопроса, насколько я понимаю, ощущаю, существу вашего вопроса относительно базовых геополитических ориентаций. Значит, и я отвечу одним примером вам. На границе 2006 и 2007 годов, вот человек должен это хорошо помнить, произошли так называемые углеводородные события. Так я их называю. Резкие, да, резкое изменение цен на энергоносители российские. Так вот, в течение месяца на общественное мнение на 10% понизило свое отношение к России. 10% – это вулканический сдвиг, который вообще теоретически невозможен, да, потому что это такая тяжелая структура, ригидная, такой поезд, вагон, который не сдвинешь. Но это эмпирический факт, что произошло обрушение на 10% в течение одного месяца. Это так, это было. Почему? И в чем отличие от нынешней ситуации? Потому что на следующий же день, после вот этого чисто экономического явления изменения цен, повышения цен на углеводороды, началась массированная медиакомпания со стороны медиагосударственной. И общественное мнение, как организм глубоко медиазависимый, тут же на это отреагировало. Что интересно, вот теоретически здесь, то же самое чисто в экономическом смысле произошло в Украине. В это же самое время тоже изменения цен произошли. Но что касается реакции массового сознания, ее не было в Украине, там не изменились геополитические ориентации в тот же самый момент, когда это произошло в Беларуси. Почему? Потому что не было интенсивной медийной кампании, которая на Украине, которая в это время происходила в Беларуси. Вот это, так сказать, пример того. И поэтому вот это вот неизменение базового геополитического сознания, ориентации не произошло сейчас, когда война началась. Потому что совпал нарратив белорусский, который предъявляется белорусскими средствами массовой информации государствами, совпал с российским, и он как бы погасил вот это вот негативное восприятие воин. Вот, спасибо большое. Вот пример, значит, media dependency общественного мнения от того, что происходит. С одной, вот мне задают такие вопросы, как влияет война в Украине на сознание белорусов? Точный ответ звучит так. Никак. Вот война не влияет. А влияет тот медиаконструкт, который поступает в голову Беларуси. Вот что влияет. Или, как еще можно сказать, вот я свои лекции, значит, начинаю таким образом студентам, начинаю вопросом, о чем нам говорят социологические цифры? Ответ ни о чем. Только их интерпретация. Я надеюсь, я хоть чуть-чуть ответил на ваш вопрос. Илья Петрович, есть еще вопросы касательно прошлых слайдов. Давайте, раз мы здесь говорим о них. Судя по слайдам, все же тренд на консолидацию белорусов с Российской Федерацией есть. Вы не согласны? Значит, я думаю, что более адекватным термином, описывающим динамику геополитической ориентации, базовой белорусской, это развилка. И я могу, и это можно расшифровывать большим количеством. Потому что, ну вот-вот-вот, вот-вот стоим мы, так сказать, перед тем направлением, которое пойдет в массовом сознании. Совершенно не было времени проговорить еще такую вещь, как временной лаг между явлением и реакцией на него общественного мнения. Эксперт, который там перед сном в 12 часов ночи узнал какой-то факт, через пять минут вскакивает там и что-то записывает, и у него происходит реакция на то, что, так сказать, произошло. Для массового сознания всегда есть большой временной лаг между событием, медиапотоками и рефлексией по поводу этих потоков. Тем более, в такой ситуации, вот, например, такой, ну вот не сразу туда ходит война, потому что до сознания белорусов, хотя мы, как бы, вот те, кто живет как бы вот в западном таком, в западной медиа оболочке, каждую секунду, каждую минуту получают информацию об этом. Беларусь не получает эту информацию. И поэтому вот такой лаг происходит. И поэтому вот это вот изменение, оно произойдет через какое-то... Вот в этом отличие экспертного сознания от массового. Где-то так. Я с позволения тогда. Вот она, медиа, как бы, составляющая, да, я должен поблагодарить Андрея Казакевича, он тут вот участвовал в медийной части этого опросника. Спасибо, Андрей. Вот смотрите, из приведенного ниже списка выберите, какие каналы были для вас важными источниками. о событиях в Беларуси в последнее время. Телеграм первое место, Ютуб второе место и третье место государственное телевидение Беларуси. Государственное. Первое, второе, третье. Так вот, это формально третье место. На самом деле, если посмотреть по цифровым распределениям, процентным распределениям, мы видим, что вот это государственное телевидение чисто в процентном отношении отличается и отстает совсем ненамного. Рэнкинг один, а иерархия рейтингов другая. Рэнкинг Телеграм, Ютуб, гостелевидение один, два, три. А иерархия рейтингов как бы это не один, два, три, а это просто вот как спортсмены иногда стоят по два человека на первом месте. Первое, второе место разделили. Так вот, это такой информационный топ наиболее значимых медиа и государственная находится на достаточно высокой позиции. представление о том, что телевидение вообще уже ушло, исчезло, его нет. Это романтическое представление, которое продуцируется студентами, экспертами и так далее. Я хорошо помню, как я в учебных целях попробовал сделать в студенческой группе опрос по телевидению и раздал им анкеты. И они смотрели на меня, не понимающие вопрошающими глазами. А это что, а что? Я пытался спросить, что-то непонятное, я вам объясню, как заполнять эту анкету. А оказалось, что они просто не смотрят телевидение. Да, в этой среде, в этой страте. так сказать, но другой, другая часть общества использует телевидение. А вес бюллетеня, да, для голосования бабушки или дедушки, которые там не читали, очень давно ничего не читали, точно такой же, как вес бюллетеня для голосования продвинутого эксперта, который вчера защитил, значит, докторскую диссертацию по политологии или написал книжку. Ну, он смотрит телевидение. Ну, это вот это серьезная, так сказать, галочка, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. И особенно в контексте того, что вот этот нарратив, он совпадает с белорусского государственного телевидения, он совпадает с российским. И это объясняет многие те индикаторы и многие эти цифровые значения, которые я вам показал. Это довольно общий вопрос. Он возникает у меня с начала презентации. Насколько действительно совпадают эти два нарратива белорусского и российского государственного государственного у меня впечатление, что не очень. Есть, конечно, положительное отношение у белорусского государственного государственного действия России в Украине, но нет этого интериализма, агрессивности, унижения украинского народа. И всех этих терминологий про наркоманов, фашистов и так далее, что это не для государства. Как вам кажется, это не влияет на общественное сознание? Если, например, у респондента главным источником информации все-таки является российская, а не белорусская ГОСТВ, это может влиять тоже на позицию, особенно по мелочам. Камил, очень просто вам отвечать. Вот здесь рядом с вами можно посадить другого эксперта, который изучает, может быть, даже количественными методами контент-анализа вот этот вот нарватив. и он скажет такое же ключевое слово, а мне кажется. Вот вам кажется, что он не совпадает. А другой эксперта скажет, а мне кажется, что совпадает. Вот я попытался таким образом ответить на ваш вопрос. Надо как бы не ощущениями и эмоциями у нас в ОСП российской пропаганды это не эмоция, это экспертный анализ и monitoring. Там совершенная другая терминология. Выроскангостове нету Савовиова. Ну, уже так говоря в сокращенном виде, чтобы тут не затягивать с Евременем. Нету Савовиова. Ну, Азарайонок, но кто же Азарайонка воспринимает всерьез? О, вот это было блестяще. Очень много. Есть много людей, которые воспринимают. Посмотрите, сколько на Ютьюбе может другой пример у Егора Туря вот этих просмотров. Шесть тысяч, пять тысяч. Так это есть Ютьюб. Это не что. Это есть Ютьюб, это специализированная аудитория. Прекрасный телеграм-канал, который нужно читать, и если вы читали эти желтые сливы со всеми оскорблениями, и абсолютное совпадение этих желтых слив с тем, что на сегодняшний день делает Соловьем. Можно? Значит, я вот специально контент-анализом не занимался относительно той тематики, которую вы затронули, но я знаю результаты исследований экспертов, которые говорили слово совпадает. Есть полностью не совпадает нигде ничего никогда. Всегда есть расхождение. Но вот это расхождение можно оценивать как маленькое, как большое. Вот 10% это много или мало. Вот значит 10% которые любят кока-колу черри это как бы не очень много во всем объеме маркетинга кока-колу. А 10% которые готовы пойти и заявляют об этом, что они готовы пойти добровольцами куда-то воевать это колоссальная цифра. я не говорю что здесь есть такая цифра. Я говорю что цифра 10 может быть очень маленькой и может быть очень большим. А как в этом случилось? В каком? так я я я сказал я видел исследования которые говорили в качестве вывода было слово совпадает большей глубины я так сказать ясно но это очень интересно узнать насколько совпадает а насколько не совпадает много я могу узнать цифровых цифровых параметров на сайте медиа и кью есть прекрасные ежемесячные отчеты к нам хочет подключиться Филипп Бекан буквально Филипп давайте пару минут чтобы продолжить успеем быстрее чем пару минут вложимся в пару секунд добрый день коллеги хотел бы все-таки с Андреем Петровичем насчет совпадают и с экспертами поспорить я то есть исследования не видел может если эксперты анализировали телеграм-каналы то тогда действительно в большей степени совпадает чем не совпадает потому что информация которая находится на желтых сливах ежедневной ротации какой-то она кардинальным образом отличается от того что показывают по телевидению достаточно бедло посмотреть несколько новостных СТВ ОМТ чтобы убедиться что накал накал гораздо меньше чем тот который в России происходит то есть действительно общая канва похожая то есть по ОНТ можно услышать про нацистов в Украине по ОНТ можно услышать про поддержку военных действий Российской Федерации при этом по ОНТ все еще основной основная новость это не война в Украине а что-то другое СТВ еще в меньшей степени я честно БТ не проверял но нельзя говорить что совпадают эти нарративы целиком они совпадают для Телеграм-аудитории и Телеграм-аудитория желтых слив мне кажется отличается от ТВ-аудитории телеканала СТВ все таки поэтому нужно как-то чуть-чуть аккуратнее мне кажется с этим мне кажется что нужно чуть-чуть аккуратнее обращаться со словами мне кажется это такой общий методологический ремарк по этому поводу по крайней мере вероятно можно говорить если вот эту шкалу над ней думать можно говорить о том уточнить тезис вот так вот реагируем то что сказал конечно можно сказать что совпадать сейчас совпадает больше чем это было ранее год назад или период так называемой белорусской откипели сейчас совпадение большее чем тогда коллеги у нас Андрей Лаврухин и Юрий Дракохруст держат руки подскажите коллеги вы хотите по этой части задать вопросы или в целом по презентации если в целом по презентации то давайте чуть позже если по этой части то сначала Андрей затем сподарю я в целом по презентации поэтому если Юрий по части я давайте кто в целом по презентации ждемся конца пожалуйста спадам раз Дракохруст у вас это динамика экономического самоощущения на микроуровне и позиция красная линия это позиция ухудшилась и просил бы обратить ваше внимание на две последние две последние точки вот март это поле было в самом конце марта 20-го года и март 22-го то есть даже вот пред ковидно пред протестное время вот оно вот эта цифра была меньше чем сейчас вот на что больше реакция на войну или на экономическое самоощущение бед что люди белорусов сейчас страшнее война или бед спасибо спасибо за внимание спасибо андрей андрей петрович коллеги сейчас можно поднимать руки или писать вопросы в чат давайте андрей лаврухин первым андрей пожалуйста да Значит, спрятаться от того травмоопасного месседжа о наличии войны и втянутости самой Беларуси в качестве соучастницы, страны-соучастницы военные действия в Украине. И это первый поинт, да, такое вот стремление все-таки, значит, как-то спрятаться от этой такой травмоопасной правды, да, или какой-то вот информации о боевых действиях. И второй поинт, в этом смысле, поэтому они в большей степени оказываются, так сказать, ну, питаются медиасообщениями российскими, потому что там стоит точно такая же задача. То есть такая же задача и такое же стремление во многом россиян, значит, более, конечно, здесь градации возможны, возможно градации, да, но в целом тренд именно такой. Вот мне кажется, три слайда, это базовые, геополитические, это вина, да, кто виноват, и это соучастие, об этом достаточно, ну, так, красноречиво свидетельствует. Как ты считаешь, насколько такая интерпретация адекватна? Ну, Андрей, вот такая интерпретация, как бы, имеет, безусловно, право на существование, и это такой, понимаешь, внутренний, непротиворечивый, ну, красивый такой конструкт. Но, значит, вот то, что ты говоришь, спрятаться, это, это скорее характерно для России. Для Белоруссии характерно, процесс характеризуется не словом спрятаться, а словом не знаю. Понимаешь? А в чем тут отличие существенное? Вот я потому и показал вот этот вот последний слайд, невзрачный, экономический, чтобы как-то вот намекнуть, ну, что ли, проиллюстрировать эту мысль, что бедность страшнее войны сейчас на этом этапе для белорусов. Вот, значит, спрятаться, это характерно для России, для Белоруссии характерно, процесс характеризуется словом не знаю. Значит, вот смотри, когда идет измерение общественного мнения в России относительно войны, то там в формулировке вопроса ты знаешь, спецоперация, так сказать, звучит. В ЦИОМа, ФОМа и так далее. Что такое спецоперация? Спецоперация – это что-то кратковременное, немасштабное. Это, как военные говорят, работа высокоточным оружием только по именно военным объектам, не, так сказать, это освобождение украинского народа от горстки, значит, нацистов, которые захватили власть и так далее, и так далее, и так далее. То есть подается такой мягкий, белый, пушистый конструкт, симулятивный конструкт медиальный, который воспринимают при опросах и относительно которого при опросах отвечают российские… А, вот я вижу на экране тебе, привет. Значит, и вот именно по этому поводу получаются такие большие цифры, да, там 72-73%. Вот. И в этом смысле российский респондент прячется от вот этих вот ужаса бомбардировок, смертей. Просто вот не хочу эти все слова говорить, вы понимаете, о чем речь. Там сейчас происходит то, что вот можно было бы назвать царствие защитных механизмов. Если Крым, во время Крыма было царствие компенсатурных механизмов, которые заключаются в том, дороги у нас дырявые, я в Тулупе, но Крым наш, то сейчас это царствие защитных механизмов. Бомбят необычные гражданское население, а даже если даже стреляют, то это переодетые нацисты. То есть вот это и есть спрятаться. Невозможно это принять, что вот солдаты нашей доблестной героической армии это делают. В Беларуси не знают об этом. Меньше информации поступает о войне через средства массовой информации. Не знают, поэтому не реагируют. А реагируют на экономическую реальность, которая поступает не через медиа-каналы, а через индивидуальный, так сказать, непосредственный твой индивидуальный опыт. И как бы экономическая информация поступает, а информация о войне поступает в меньшей степени. Ну, вот такие акценты я бы, может, немножко уточняюще расставил по поводу того, что ты сказал. Можно я так реплику в догонку тоже? Ну, вот, Андрей, то, что ты сказал, скорее первое в случае с Россией, это более активная картинка замещения реальности. Это проактивная пропаганда, которая создает, действительно, она реконструирует образ войны, правда? Ну, то есть в России, вот когда она создает из войны путем запрета даже самого употребления слова войны, спецоперация, это скорее проактивное замещение вот такого образа войны на другой, более пушистый, мягкий, удобный, комфортный и так далее. А все-таки вот, и это не спрятаться, это называется проактивно создавать новую реальность, новую реальность для себя в своем сознании, благодаря масс-медиа и тем подсказкам, которые там пропагандисты разных мастей, значит. Случаи с Белоруссией, вот тут что не вяжется, мне кажется, что белорусы, значит, не получают информацию. С одной стороны, ты вот говорила о том, что Белорус, наоборот, очень информированная и критичная, вот ты перечислил 33 института и так далее. Но тут вдруг, когда заходит речь о войне, они почему-то не получают информацию. Скорее, мне видится, они не хотят ее получать и вообще как-то, значит, так критически ее переосмыслять, потому что она травмоопасна. Ну, у меня такое понимание. И в этом смысле вот это как раз позиция в большей степени спрятаться, как-то отодвинуть от себя всю эту информацию травмоопасную, да. Вот, и в этом отличие, что вот белорусы не создают проактивную картинку, но одновременно они и не вписываются в этот... Что касается второй части, вот аргумент твой по поводу, значит, экономического части, мне кажется, здесь стоит все-таки такой более... Действительно, война идет где-то там, а экономические последствия здесь, со мной, в моей семье, в моем кошельке, вот. Вот, мне кажется, такая, ну вот, такая более логичная, что я интерпретарь, может быть, да. Я, опять же, понятно, что это мы сейчас спекулируем, да. Но, тем не менее, это важно тоже, правда, чтобы мы вот раз говорили о том, что социология – это не цифра интерпретации, мы вот в этом направлении тоже должны двигаться, наверное. По поводу экономической реальности, ты, в общем, тот же тезис сказал, другими словами, так сказать, и тут есть совпадение, интерпретационное совпадение. По поводу защиты или компенсации, понимаешь, всякая компенсация – это форма защиты, а защита – это форма компенсации. То есть, ну, в общем, методологически рассуждая, так сказать, не существует как бы одной причины, вот, ни в каком социальном явлении, всегда их много, в данном случае мы, так сказать, сравниваем вес компенсаторной части и защитной части. Вот, ну, тут можно, так сказать, оценивать влияние их, акцентуацию можно нюансировать там, ну, в зависимости от своего индивидуального восприятия, но и то, и то работает, конечно. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей, за вопрос. Я бы хотела передать слово с подару Юросю, в строках Руси, в строках Руси, в Львовске. Дякую, Велике. Андрей, вы у свой час ввели понятие «зазору». Это, сдается, пытание 14-го, 15-го, 16-го годов про ставлення беларусов и российцев до аннексии Крыму, до получения Крыма до России и войны в Донбассе. И вы там фиксовали, здесь, в установчих оценках розницу 20-25-30%. То есть у Беларуси меньше становчих было ставлення, чем у российцев. Вот зараз я гляжу, у вас на пытание, кто виноваты, США плюс НАТО плюс Украина плюс евразвязь – это каля 50 отцов. У России, а пытание в ЦИОМ, Левада – это 75-80%. 25 пунктов из новой таежной розницы. Чему это заховывается, вот этот помер зазору заховывается? Справа у тем, что, скажем, информационная политика, ну вот про, что сказал Камил, у тады в 14-15-м годе она была розная у Беларуси и в России. Беларусь была позицией, мы миротворцы, и мы при этом в доме. Тады давали и взводы, и, як бы, украинские крыницы. То есть было такое розное. Теперь все ж таки той фактор, что ракеты летят не только из России, а и из Беларуси так само, и он, напевно, так само уплывая на оценку. А тем не менее, помер зазору застався той самой. Чему? Не глядячи на вот эти розные ситуации тады и зараз. Ци это не так, може он изменился, зазор. Ну, дякую. Ну, дякую, Юра, за питание. Значит, гэты термян был введены в 14-м году относно параунанне реакции грамадской думки на Крым. И тады, значит, в России позитивный стасунок до гэтага был 91-92%, нечто такое. А в Беларуси гэта было 66-65%. Ну, и просто узникла тады гэта идея. Значит, по-другое, зазор подкрэсливает тую рэч, што и маэт сэнс параунанне с украинской грамадской думкой. Там, значит, 180 градусов, а в Беларуси зазор. И вось гэта нейкая такая срединная такая ситуация, такая срединная становица, становица продолжая быть. И ўсё новые-новые индыкаторы гэта подкрэсливают. Ну, вось таке константы иснуюсь. А ў чё причина? Эта, я кажу, ўсё ж таке падабенства медийного ландшафту, но ён зменіўся, в параунанне с 14-м годом, ці гэта просто какие-то базовые культурные адрозвіні, што, ну, Беларусь – это не Расея, і беларусы – это не Русскія. Аны інак шпрымаюць свет і прапаганды ў тым ліпку. Чым причина? В першым, ця в другім. Ну, я шэ раз вернуся до гэта. Гэта рабілася в параунанне с Украины. І вось там гэтае 180 градусов былі стой на годы, і гэта продаўжае быць так, што, а, іншыя жыцьё – вайна. Зараз, напрыгла. Ці іншыя жыцьё – Крым забралі ў нас, ў украэнцёв, а не Крым забралі ў беларусёв. І розныя медыя ландшафт. І гэтае прычыны даужыць працаваць. Розныя медыя ландшафт. І розныя жыцьёвый, асабістый, індывідуальныя экспіренс. Эта ближэй, все гэтае рэчы ближэй да украэнцэв, чым да беларусы. І з гэтае на годы не 180 градусав, а нейкая палова, нейкая 25 адсотков, прадаўжаўт быць. Сукупнаць гэтых прычын прадаўжаўт даужыцца, так, даужыць працаваць. І з гэтае на годы тыя самы адсоткі так сама існуюць. Дякую. Приклад. Дякую за пытання. Я озвучу ещё несколько вопросов, которые были в чате. Так, Андрей Петрович от Филиппа Виканова вопрос. Распределение невзвешенных и взвешенных данных говорит о том, что не дозванивались до более консервативных, ригидных респондентов. Правильно понимаю? И вторая часть вопроса. Кого не хватило в итоговой выборке? Кто скорее в неё не попал? Кого недорепрезентировали? Не дозванивались до ригидных респондентов? Вопрос. Не дозванивались до более консервативных, ригидных респондентов. Правильно понимаю? Вы знаете, до консервативного респондента дозвониться достаточно просто, потому что консервативный человек имеет чёткие, ясные, устоявшиеся мировоззренческие ориентиры, и он их проговорит. И он станет отвечать. Это не неопределившийся респондент. Это что касается дозвона до ригидных. И вторая часть вопроса. То есть, как бы не означает. Вторая часть вопроса. Кого не хватило в итоговые выборки? Кто скорее попал? Кого недорепрезентировали? Попали все в соответствии теми социально-демографическими параметрами, которые существуют по переписи. И это вы видели по как бы незначительной разнице между взвешенными и невзвешенными данными. Можно в догоночку? Это будет вопрос? Или вы будете Это очень непросто. Хорошо. А скажите каким параметрам вы слышите? Не не слышно. Вас не слышно в микрофон. А каким параметрам Андрей Петрович подскажите, пожалуйста, взвешивали? Ну по каким параметрам что? Ну взвешивали взвешивали выборку. Какие параметры участвовали? По всем? По всем. Всем? Да. То есть, так как бы положено делать взвешивать по всем. Даже если коэффициент как бы небольшой. Это просто стандарт. Это делается всегда и так надо делать. Какой бы метод не был. Большое спасибо за исследование, за презентацию. Спасибо, Филипп. Есть еще вопрос. У доследования не потрапил период выявления злошинства убудшей. Вы допускаете поляризацию и по этому пытанию. Я предполагаю и думаю, что Буча произвела эффект. ну какой именно в процентных оценках я не знаю. Вот это тот случай, когда вот можно говорить, что мне кажется, что те фотографии, которые приходили из Бучи, вот они сработали. Мы это скоро поймем, я думаю, на отношении к России в целом и так далее. Тут у нас, кстати говоря, присутствует Владимир Паниута. Он держит руку. Очень известный украинский социолог, коллега. Может, Володя, какие-то комментарии у тебя будут или вопросы? У меня был как раз вопрос. Очень рад, что послушал и эту лекцию, и это очень важные данные. Ну, презентацию. Да, это важные данные. И мне звонили журналисты и спрашивали про то, они испортятся ли навсегда отношения белорусского и российского народа. Я хотел узнать, есть ли какие-нибудь данные об отношении к украинцам? Может быть, вот оно. Хотел сказать, что, к сожалению, КМИС не работает. Я, например, не смог ответить на вопрос о том, как изменилось отношение к белорусам, потому что КМИС не работает с начала войны, но сейчас постепенно начинает восстанавливать свою работу, и мы, в принципе, как бы 80% населения можем покрыть, и даже тех, кто уехал. Мы запускаем там омнибус 3 мая, и, может быть, включим вопрос об отношении к белорусам, потому что мне кажется, что, в отличие от отношения к россиянам, которые уже четко определились, и данные о достаточно высокой поддержке, даже уникальной высокой поддержке войны в России, известной украинцам, и отношения к россиянам после всего, что было, уже четко определилось, и его уже многие годы не удастся восстановить, то все-таки белорусы отличают, отношения к белоруссии отличаются, и они отличают отношения к руководству и к населению очень четко. Ну, вот это вопрос сложный. Я не знаю, мы первое исследование все-таки хотим делать в основном за деньги, а не за свой счет, потому что у нас уже счет, к сожалению, за эти несколько, за два месяца мы поддерживаем сотрудников, и у нас счет уменьшился, поэтому, если у кого-то будут ресурсы на вопросы по отношению к белоруссам и Беларуси, это будет очень уместно. Но мне этот вопрос очень интересует, если окажется хоть какая-то возможность, я этот вопрос вставлю. Так вот, можно ли что-то сказать по этому поводу? изменилось ли отношение к украинцам и в худшую или в лучшую сторону? Я вижу с одной стороны сочувствие, с другой стороны все-таки высокий процент одобрения действий России. Спасибо за вопрос. Там у вас появилась, я не знаю, может, я просто не знал, новая исследовательская структура, которая измеряла отношения украинцев и самоощущение украинцев по отношению к россиянам. Формулировка вопроса была такова. «Считаете ли вы одним народом?» Я пришлю потом данные. «Считаете ли вы украинцев и россиян одним народом?» И динамика заключалась в том, что через очень короткие интервалы времени позиция «нет» увеличивалась на 10-12% среди украинских респондентов и сейчас доминанта просто подавляюще 87% украинцев не считают, что это один и тот же народ, украинцы и россияне. Что касается белорусов, то здесь опять будет какой-то белорусский зазор, опять вот какие-то будут 25%, это скоро будет известно. Можно промерить это по Багардусу или по двуединому, триединому народу и так далее. Давайте сделаем это. Попробую просто. задать Вадим Ильич, Марина Гуляева. Наши качественные исследования, которые мы проводили в Витебской области, Минской области, среди всех возрастов от 21 до 60+, самые разные сферы занятости, мы проводили такие часовые интервью с каждым из респондентов и мы говорили о том, что на сегодняшний день у всех респондентов есть родственники и знакомые в Украине. И очень многие респонденты, практически все говорят о том, что даже те, кто являются сторонниками действующей власти, они говорят о том, что отношения изменились и меняются. А те, кто не поддерживают войну в Украине, те, кто не поддерживают, таких тоже достаточно много, они говорят, я не знаю, как я смогу приехать в Украину и смогу ли я смотреть в глаза моим друзьям, смогу ли я прийти на могилу моих родителей. Отношения очень неоднозначны, очень неоднозначны у всех. И мне кажется, вот эти цифры, которые свидетельствуют, то, о чем говорил Андрей Петрович, о противоречивости этих цифр, наши качественные исследования эти подтверждают. Спасибо. Спасибо. Просто сейчас действительно такой момент, который затрагивает отношения не только Украины и России, но он драматический для отношения Украины и Белоруссии, и от этого будет дальше много чего зависеть, и конечно, мы как социологи должны были бы за этим следить и пытаться что-то сделать. там стояло конкретная практическая задача, не измерение этнической близости и так далее, а надо было смочь впихнуть вопросник, хотя бы военные, собственно военные вопросы. А дальше пойдет, конечно же, расширение тематических измеряемых сфер по тем вопросам, которые вы задали, и это уже происходит. Спасибо, Владимир, за вопрос. Коллеги, уже мы почти два часа с вами общаемся, буквально, давайте еще два вопроса, вот один я озвучу. Цифры по признанию России ЛНР и ДНР выше, чем признание Белоруссии того же. Чем это мотивировано? Ориентация на Россию может быть связана со страхом, например, что с ними будет то же самое, что и с Украиной? надо изучать этот вопрос, чтобы знать конкретно эмпирически уже причины. В качестве гипотезы можно высказать, подчеркиваю, это только гипотеза моя, придумал. признание ЛНР и ДНР России это внешнее событие, а Белоруссии это внутреннее событие, и естественно на него большая реакция, в данном случае негативная. Внешнее, то есть где-то там оно меньше нас касается, и поэтому пусть делают как хотят. А уже признание Белоруссии это примеряется на себя, и рефлексией заключается в том, что это может быть как-то вообще говоря, плохо. Удокладняющее питание от спадера Юра Сядра Кахруста может так само зазор уставлен не давать ЛДНР. Абсолютно. Дякую, Юра. Добрая интерпретация. Коллеги, есть ли еще у кого-то вопросы? Я видела, держала руку Инна Шилина. Да, я держала руку, но может быть отчасти на мой вопрос ответили. Меня все-таки по-прежнему интересует, я же журналист литовского радио Телидения Инна Шилина. Меня просто интересует, что больше все-таки превалирует и как это влияет на ответы респондентов. Страх и неприятие ужаса войны. Что сейчас больше работает в сознании? Страх перед Россией или общечеловеческое неприятие жестокости? Тем более сейчас прозвучал вопрос про Бучу. Хотелось вот это понять. Спасибо. На момент 15-26 марта, как я говорил, это период пуля, возможно, это сейчас уже по-другому, в том числе и после Бучи, вот тогда страха еще не было. Повторяю, война это тогда еще было неким абстрактным событием, которое не касалось непосредственно каждого белоруса, но проехала колонна, видела какие-то незначительные проценты населения, колонна военной техники, проехала там на медленной скорости, солдаты не выскакивали с автоматами, водку не пили при всех, к девушкам не приставали и так далее. проехали и проехали. События нет. Поэтому как бы страха нет. Если нет соприкосновения непосредственно в твоем индивидуальном опыте, то и общечеловеческие ценности работают в меньшей степени. Не знаю, может не очень это приводить такой пример, заболевшая нога у собаки твоей собственной, это было для обладателя этой собаки важнее, чем я не помню, война, спецоперация во Вьетнаме, если вот к советским, в течение которой гибли люди. По эмоциональному отпечатку на человека болеющая нога собаки была более значима, чем события, которые происходили на другой стороне Земли. Повижу, Андрей Лаврукин поднял руку. У вас вопрос? Ну да, я все-таки вот, Андрей, хотел бы еще раз вернуться к этому слайду, где речь идет о том, что ты назвал выкристаллизацией сторонников вот этого базового геополитического выбора, все-таки вот как бы можно было это проинтерпретировать, а именно то, что численность белорусов, которые рассматривают даже в условиях, когда месяц уже идет война, численность сторонников интеграции той или иной объединения в союз России возросла. возросла. Причем мы видим, значит, что пропорция между Европейским Союзом и интеграцией с Россией почти в два раза разница. Можно ли это понимать так, что все-таки это попытка, попытка, в общем, не буду я давать свою интерпретацию, вот как ты интерпретируешь, почему так все-таки в условиях войны, тем не менее, численность людей, которые рассматривают или видят такой геополитический выбор объединения с Российской Федерацией в той или иной форме, речь не идет о вступлении, разумеется, в той или иной форме, она возросла. Ну, во-первых, то, что ты говоришь, там два к одному пропорция пророссийской и проевропейской ориентации, это, в общем-то, такая стандартная цифра, которая была много лет, так сказать. Второе, по поводу войны, вот тогда, когда было поле, война пришла на землю Украины, но тогда она еще не совсем дошла в сознание белорусов, понимаешь, вот разница этих вещей, поэтому в той степени, в которой она дошла, в той степени тогда, в той степени произошли реакции. А реакция была такая, раз уж мы говорим про Бучу, тогда это была еще спецоперация для белорусов, а после Бучи для белорусов началась война на Украине. вот может быть это эмоционально-психологически-логическая граница. И потом начнутся оценки более негативные, как по частным параметрам, применительно там КЛНР, признание СДР, кто виноват, кому сочувствуй и так далее. И это парциально будет разжижать общий генерализованный имидж России. То, что я назвал парциальный отпол. И один из сценариев это обрушение отношения к России в какие-то приближающиеся временные интервалы? Если я ответил на твой вопрос. Ну, да, это опять же... Месяц войны это не два-три дня, это не неделя. Мне кажется, все-таки здесь вещь насчет Гуча это как раз-таки не война конвенциональная война, а это что-то другое. Это свидетельство военных преступлений, скажем так, не самой войны, а именно военных преступлений. Вот этого неконвенционального как и мародерства, насилия и так далее, это как раз то, что так сказать, выходит за пределы войны, собственно говоря. Это что-то, это зверство, которое нарушает в общем-то конвенциональную войну, в которой всегда есть правила. Все-таки мне кажется, Андрей, то, о чем ты говоришь об учае, это третье. Это уже не в том смысле. Это и не спецоперация, и не война, а это третье. Все-таки спустя месяц бомбардировок, к тому времени мы понимаем, что Мариуполь уже был больше чем на треть разрушен. Это были бомбардировки, которые были уже множество сведений о численности в ходе боевых действий и так далее. и все-таки тут... И вторая реакция, что война раскалывает эти 24 процентов неопределившихся. Она их активирует, если я правильно понял твою мысль, выкристаллизовывая эти две основные группы за ЕС, за Россию. И получается, что война в этом смысле не стала чем-то экстрадинарным для белорусов. Она продолжает воспроизводить ту же пропорцию. Я правильно понимаю? Два к одному. То, о чем ты говоришь, это такая константа какая-то своего рода. В этом смысле можно понимать, что война для белорусов в геополитическом выборе не стала событием каким-то поворотным или каким-то. Оно продолжает двигаться в этом фрейме стандартных расколов. Просто активируется, еще больше активируется, та нейтральная часть, она политически активируется. Ну, так ты сам все объяснил. Это понимаешь, на первых этапах войны это так сказать происходит оценка конструкта, симулятивного конструкта, вот. И когда не видишь не видны ужасы, то что происходит? Происходит энергетическая напитка уже существующего мировоззрения. Вот некто Иванов, пророссийский человек, сейчас он увидел, освобождают белорусский, освобождают украинский народ от нацистов, бомбят только военные объекты и так далее и так далее и так далее. Вот. Значит, вот справедливость начинает торжествовать и происходит энергетическое наполнение, насыщение и укрепление существовавших раньше концептов мировоззрительных. Вот это и есть кристаллизация. Вот. Это, так сказать, по второй части. А по первой части твоего вопроса тут важно выделить или обратить внимание на субъективную оценку интервала времени. Когда я был мальчишкой совсем, у моего отца был москвич такой, 403-й, такой вот старенький-старенький. И я с восхищением вспоминаю, как я ехал на скорости 100 км в час. Это мне казалось вообще пределом, так сказать, какой-то скорости. Вот. Сейчас 100 км в час ты можешь пить Кока-Колу, разговаривать по телефону и там еще что-то, не знаю, перекладывать на сиденье рядом с собой. Вот. Так и время. Месяц с начала войны для тебя, как человека, живущего в другом информационном пространстве чем среднестатистический Беларусь, это огромный интервал времени. А для среднестатистического медиапотребителя это, вообще говоря, малый интервал времени. И вот этот лаг временной начала реакции, начала рефлексии, он разный, меньший для эксперта продвинутого и больший для среднего медиапотребителя. Как-то там. Много раз наблюдалась там реакция, рейтинговая реакция на дефолт. Вначале экономисты начинают там шуметь, кричать, завал, конец света, все, завтра земля развалится на много частей. А массовое сознание реагирует своими рейтинговыми оценками через месяц. Вот такой же эффект наблюдается и сейчас. Спасибо, Андрей и Андрей Петрович за дискуссию. Коллеги, все, последний вопрос от спадра Юра Сядра Кахруста и сканчиваем нашу презентацию. Дякую Велике, але я не то, что пытание, а хочу додать совершенно презентацию, какую Андрей мне в интервью ранее казал, вот этого феномена кристаллизации, кристаллизации. Андрей тогда казал на пункт того, что як бы я казал Акудович, Россия это не на всход Беларуси, а всход Беларуси, она внутри беларусской души. Шмат гаду, коли людям и за то, и за другое. Зараз лепши. Вы зависаете, тому я не ведаю. Ну ладно, до наступного разу, давайте. Давайте, раз свое питание запишите. Юра, 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 говорил много ранее про эту кристаллизацию. Тут цикава было бы послухать, но глядите, як. Аля, это дрэнная совесть, таму мы не веду цепоти большого блага. Калеги, мы сёня две годины с вами были на презентации с подором Андреем Вардамацким. Вельми цикавы дадены. Пасля презентации я вышлю слайды с даденными, кабы вы могли скористаться. Сачите за анонсами Прэйсклуба. Тех коллеги, які зараз у Варшави знаходятся, вы можете на наши импрезы приходить у Медиапорт, каб офлайн коммуниковать з экспертами. Я еще раз дякую усім, хто был з нами в этой две годины. Дякую Андрею до новых совязей.